Ты переключи другой, я уже этот ролик сто раз видела. Нет, подожди, подожди, там сейчас будет момент один. Че? Во, 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 видела? Ну не хочу его смотреть, давай другой, вот там, ну, да дай я выберу. Да че? Вот, вот, вот этот ролик, вот. Да, стак, ты, не надо. Да че творишь, эй? Ну давай, мы же посмотрим. Отдай мне боль. Нет, ты отдай. Там отдай, Дима. Я досмотрю, потом тебе дам. Да не боль, ты сейчас сломаешь его. Ой, да куда это? Блин, как же они надоели, а? Дай сюда пульт. Эй, ты что на паузу поставила? Жалко, что вас нельзя поставить со своими криками на паузу. На паузу? А это идея. Давайте устроим паузу челлендж. Слушай, реально хорошая идея. Если вы мне все равно мешаете читать книгу и не даете нормально заняться своими делами, то, пожалуй, это хорошая идея поиграть в 24 часа пауза челлендж. 24 часа? Может, 2 часа? Нет, 24 часа, пока не останется только один. У нас 24 часа и несколько раундов. В каждом раунде каждый из нас будет отдавать банкиру по 5000 рублей и банкир будет выдавать нам квитанции. А в этой квитанции будет написано, кто будет ставить на паузу всех остальных. То есть мы не будем знать, от кого ждать подставы в следующем раунде? Ну да, мы в каждом раунде не будем знать, кто ставит на паузу. Это получается все, как в игре и Монкас. Получается, кто ставит на паузу, он настоящий предатель. Ну да, так и получается. Поэтому нам нужно быть предельно осторожным, чтобы нас предатель не поставил в неудобный момент на паузу. Кстати, когда звучит слово пауза, на паузу становятся два других игрока. А если игроки в разных комнатах? Если игроки в разных комнатах и кто-то слышит паузу, то тот становится на паузу. Ну а второго игрока предатель может найти и сказать, ты на паузе. Так, с предателями понятно, а пауза-то сколько длится? Пауза длится всего лишь одну минуту, но в эту минуту нельзя ни двигаться, ни говорить. И если кто-то сорвется с паузы, то он вылетает из челленджа. А вылетать из челленджа, ну прям очень не хочется, потому что с каждым раундом будет повышаться сумма в банке. И тот, кто останется последним, заберет эту огромную сумму денег. Ну я готов заберять свои денежки. Эй, ты притормози, ты сначала деньги. Вложи в банк. Да без проблем. Все равно победа будет моя. Пойдемте в банк. Что нужно? Денежки сдать в банк. Денежки в банк. Все учета требует. Так, какая сумма? Пять тысяч с каждого. Пять тысяч рублей. Так и запишем. Пять тысяч. Стой, куда пошла? Сейчас квитанцию. Печать. Квитанция об оплате. Печать. Квитанция. Следующий. Пять тысяч. Так. Квитанция. Ура, я буду всех ставить на паузу. В общем, ребят, мне досталась квитанция без паузы. То есть в этом раунде я никого не смогу ставить на паузу. Я просто не хочу быть там на виду, чтобы подошел предатель и сказал, ты на паузе. А я, знаете, в неловком таком положении. Поэтому лучше я тут посижу, полежу, поиграю в телефон, займусь чем угодно. Предатель пусть гонится за другим. Ребята, у меня будет такая тактика. Сейчас вот я вот подумал, решил, и я буду делать максимально мало движений, чтобы меня в неудобное положение не поставили, когда на паузу поставят. Потому что у меня по-любому поставят на паузу. От этого не сбежать. Поэтому я буду ходить вот так, не поднимая ног, чтобы вдруг не оказаться на одной ноге на паузе. Вот. И вообще, сейчас возьму книжку, наверное, вот эту, сяду и буду читать. Удобнее, главное, устроиться. Сейчас подушечки положу. Даже если меня поставят на паузу, мне удобно, я читаю книжку, все хорошо. Правда, страничку никак не перелиснуть, это проблема. Как хорошо, что в первом раунде я буду всех ставить на паузу. Поэтому я хочу, ну, немножечко разыграть Свету, потому что мне не понравилось, как мы сидели на диване, она там на меня кричала. И поэтому я ей отомщу. Смотрите, у меня есть аквагрим и резинки. И сейчас я сделаю Свете просто незабываемый макияж и прическу. И у меня есть целая минута паузы, чтобы сделать ей просто прекрасный макияж и прическу. Интересно, где сейчас находится Света? Ага, здесь горит свет. Значит, Света тут. Блин, кто-то ходит. Ой, Вика, ты чего? Пауза. Светочка, я тебе сейчас быстренько макияжик, прическу сделаю, а потом сфоткаю и в школьный чатик отправлю фоточку. Так. Ну, потерпи, потерпи немножечко. Ну, если хочешь, можешь не терпеть. Ну, можешь вообще из челленджа выйти. Так, а еще прическу надо успеть сделать. Так. Эта прическа называется «Я, мама, дурочка». Так. Блин, минута заканчивается. Не успеваю прическу доделать, так надо сфоткать. Так. Все, побегу отправлять в школьный чат. Все, блин, Вика. Ну, что это такое? Я выгляжу, как Роун. Ну, блин, Вика. Тссс, смотрите, что я сейчас делаю с Тимой. А, это ты всех на паузу в этом раунде ставишь? Ну, ставь на паузу, смотри, как я удобно устроился. Ставь, ставь, давай. Ну, ладно, пауза. Так, ты там говорил, что у тебя на карте много денег. Так, как раз я себе хотела в интернет-магазине кое-что заказать. Вот и закажу. Спасибо, Дима, спасибо. А что это я убегаю? У меня целая минута. Вот сяду тут и закажу себе. Так, номер карты. Платьишко купить. Дима, а что ты там говорил? Устроился хорошо? Ну, ты сиди, сиди. Так, оплатить. Ну, все, Дима. Спасибо за карточку. А ты не торопись это. Сиди на своей паузе. Там тебе еще секунд 15. Ну, Вика, я тебе сейчас задам. Ну, считай, что ты мне сделал подарок на Новый год. И вообще, это челлендж. А, ну да, в принципе, это челлендж. Ладно, но все равно некрасиво ты поступила, Вик. Я, конечно, понимаю, что это челлендж. Но отправлять в школьный чат вот такую вот моську лица, ну, блин, это неправильно, ребят. Если вам меня жалко, поставьте мне, пожалуйста, лайк. Потому что мне сейчас это все два часа надо будет отмывать. Фика, я ей там щу, блин. Первый раунд закончился не так хорошо, как я предполагала. И я предлагаю перейти ко второму раунду. Скидываемся опять же-таки по 5 тысяч рублей. Все, пойдемте в банк. Надеюсь, в этом раунде мне выпадет пауза. И я отомщу Вики. Вообще офигел. Надеюсь, в следующем раунде ребята не будут сильно надо мной издеваться. И вообще, я очень хочу в следующем раунде тоже быть предателем. И всех ставить на паузу. Короче, вот 5 тысяч, давайте мне квитанцию. Я предатель. И я смогу в этом раунде всех ставить на паузу. Я за квитанции. Вот 5 тысяч. Блин. Опять я не смогу отомстить Вике. Вот мои 5 тысяч, дайте мне квитанцию. Блин. Кому попалась пауза? Тут будет мне, наверное, очень-очень жестко мстить. Блин, мне так не повезло. Я, конечно, могла бы сразу там пойти, поставить их на паузу. Но зачем вот эта вот беготня? Я лучше тут посижу, уроки поделаю. А хотя не, я лучше посижу, в телефон поиграю. Там ребята пусть занимаются своими делами, забывают про челлендж. Расслабятся там. Так и сяк. А я бац! И поставлю их на паузу. Вот так. Короче, ребят, я решил спрятать свой кошелек, свою карточку. И на всякий случай свой телефон, чтобы вот таких приколов, как от Вики, больше не было. Блин, что-то мороженого хочется. Да где тут мороженое? А, вот мороженое. Что-то прошло уже много времени. Пойду поставлю их на паузу. Фух, вроде все спрятал. Блин, Вика ест мороженое. Я тоже хочу. Но если я сейчас попробую достать, то она точно меня увидит. И если я на предатель, она меня поставит на паузу. Все равно очень хочется. Пойду попробую взять. Ты меня не хочешь на паузу ставить? Ага, я не хочу тебя на паузу ставить. Это ты, ну признайся. Ты предатель, да? Хочешь меня на паузу сейчас поставить? Это ты вот сейчас вот свое придумал, что-то не... Вот я, нет, я не предатель, я не хочу никого на паузу ставить. А я просто мороженое хочу. Бери мороженое, а меня не трогай. Тихо, тихо. Я аккуратно, быстро. Аккуратно. Я вот тут сяду подальше. Угу. Вкусно? Вкусно. Приятного аппетита. И тебе. Я слежу за тобой. Ну, я сейчас им устрою. Ребят, пауза. Есть. Угу. Угу. Ну вот, Вики, я отомстила за свой рисунок на лице. Ну а Дима, Дима на будущее. Ох, ну это Света. Я вся в мороженом, а я хотела просто поесть мороженое. Жесть. Ладно, я понимаю, тебя за что. Ты в прошлом раунде ее там. А меня-то за что? Нечестно получается. Пойдем мыться тогда. Третий раунд. В банке уже 30 тысяч. И сейчас мы скинемся по пятере. Пошли. Посмотрите, у меня пауза. Я буду всех ставить на паузу. Ну, теперь я отомщу Свете за мороженое. Ну что, расходимся? Да, давайте. Пауза. Что они ожидали, что я вас так сразу на паузу поставлю? Ну а вот теперь стойте так минуту в очень неудобной позе. Хотя, если вы не хотите, можете сразу выходить из игры. А-а. Ну, как хотите, не хотите выходить. Тогда я вам буду помогать. Давай, вот, приподними руку. Держи там равновесие. Вот, вот так. Так, Света, а если вот я тебе выше ногу поставлю? Да что вы не выходите-то? Все равно, блин, стоят. Ну, выходите. Ну, Дим, вот тебе вот очень-очень сложно. Вот я вижу. Ну, вот ты выходи. Давай. Света, давай теперь тебе руку подниму. А, нет, не достаю. Сейчас. Сейчас я достану. Оп. И вот так вот, Светочка, постой. И ногу вот, наверное, вот так вот поставь. Стой, стой, стой. Блин, время уже заканчивается. Они еще до сих пор стоят. Ну, выходите же уже. Вик, я сейчас вывью. Вик, иди сюда. Четвертый раунд. И в банке уже 45 тысяч. Вы представляете, так много. И мы еще сейчас скинемся по пятере. И будет 60 тысяч рублей. Я очень сильно хочу забрать себе эти деньги. Поэтому пойдемте в банк. Погнали. Пойдемте. Здравствуйте. Вот пять тысяч. У меня выпала пауза. То есть я предатель, и я буду всех ставить на паузу. Я там еще и Вики, и Светя. Только тсс. Держите. Блин, я не могу никого на паузу ставить. Пожалуйста. Должен мысль. Девочки, у меня есть предложение. И какое же? Пауза. А теперь самое интересное. Смотрите, баллончик с краской. И знаешь, что Света я сделаю? Пойду в гараж и разокрашу. Гелик, давай-давай. Пока. О, вот и гелик. Сейчас я его раскрашу. Отомщу Свите замороженное. Нет, я не могу ему это позволить. Хватит, хватит. Все, все, не трогай мой гелик. Света, ты что, спал засорвалась? Да, сорвалась, потому что я не хочу, чтобы мой гелик был разукрашен. Ты выбываешь, молодец. Меньше конкурентов. Осталось, получается, только Вика. Ну ничего, и с ней справимся. Чувак, отдай. По-моему, стильненько. Смотри, какая красная полоса. Очень стильно. Я из-за тебя из челленджа выбыла. Эй, больно вообще-то. Фух, я выдержала эту паузу. Интересно, Света смогла спасти гелик? Пятый раунд. И на кону уже 60 тысяч рублей. И сейчас мы еще по пятерю скинемся, и будет 70 тысяч рублей. А Света слилась и ничего не получит. Хотя ты тоже ничего не получишь, я все получу. Эй, в смысле? Пойдем скидываться. Я сейчас выиграю. Эй. Здравствуйте. Можете 5 тысяч там взять, дать квитанцию. Чего? Я хотела паузу. Тук-тук. 5 тысяч квитанцию. Спасибо. О, пауза. Это просто шикарно. У меня есть шанс выиграть. Дим, я так понимаю, что мне лучше вот так вот спокойно двигаться. Лучше, наверное, вообще не двигаться или передвигаться очень-очень аккуратно. Правильно понимаешь. Но тебе это не поможет. Пауза. Ребята, что я придумал? Это просто бомба. Я ее точно солью. Вика, тебе нравится прическа Корея? Или, может быть, ты любишь лысину? Сейчас мы тебя подстрижем. Сделаем прическу просто отвал башки. Как у меня примерно. Так. Нет, нет, нет. Нет, нет. Волосы мои очень дорогие. Нет, нет, нет. Я выиграл 70 тысяч рублей. Блин, Дима. Что, Дима? Так нечестно вообще. Пойдем забирать мои деньги. Давай переиграем. Это нечестно вообще. Это жестко. Что, резать волосы? Хорошо, давай резать. Нет, 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 нет. Ну все, пошли тогда, пошли. Пошли за моими деньгами. Порадуешься за меня? Блин, Дим. Да, блин, я вообще считаю, что Дима нечестным путем выиграл эти деньги. 70 тысяч должны были достаться мне. Ну достались мне. Вот девочки сейчас меня точно поймут. Потому что Дима выиграл нечестно. Они вот все будут за меня. Потому что волосы. Да, я согласна. Дима не должен был кататься наших волос. Мне кажется честно. И вообще, хребочки, как ваша волоса. А почему я трешу? А почему я трешу? Бриш. Субтитры работал DimaTorzok